Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и сегодня мы поговорим о неудачах в психотерапии и неудачах в жизни в целом и о том, какое отношение это имеет непосредственно к терапии ВСД, неврозов и так далее. Смотрите, не переключайтесь, будет очень полезно и интересно. Во-первых, хочется сказать, что канал Невроза Мегаполиса на днях исполнилось 5 лет, поэтому если вы смотрите мой канал и он принес вам пользу, вам нравится тот контент, который я снимаю и те материалы, которые для вас готовятся, поставьте, не ленитесь лайк, мне будет приятно в честь пятилетия канала Невроза Мегаполиса. Ну а сегодня мы поговорим в таком юбилейном выпуске о неудачах, я постараюсь объяснить своим зрителям очень важные аспекты, потому что неудача имеет две формы, как я для себя сейчас это уяснил. Это неудача в жизни в этиологии невроза и неудача в терапии неврозов. Давайте поговорим сначала о неудачах в жизни. Во-первых, что такое неудача? Кстати, почему я хочу, собственно говоря, об этом говорить? Да потому что очень часто у моих клиентов с каких-то неудач или с чередой неудач в личной жизни, в профессиональной жизни, в карьере, в семейной и так далее, и актуализируются невротические проблемы. На самом деле об этом можно говорить долго, как о причинах невротических расстройств, но я постараюсь коротко и ясно вам сегодня об этом рассказать. Итак, что же такое неудача в жизни? Большинство из нас, людей, когда испытывают какую-то ситуацию, испытывают проблему в жизни, в работе и так далее, они терпят неудачу. Неудача это обстоятельства, которые пошли не так, как мы бы хотели, и мы говорим, что это неудача. В этиологии неврозов мы должны с вами выделить и запомнить одну простую вещь, что нет неудачи по определению в жизни в принципе. Вот многие говорят, я неудачник, у меня случилась неудача. И, допустим, он даже начал испытывать вегетативные напряжения, панические атаки, потому что у него не удалось что-то на работе, не удалось что-то в жизни, в целом что-то не получается, он слишком эмоционально к этому относится, и у него отсюда начались симптомы. Вот если говорить об этом, то мы говорим об этиологии невротических расстройств, как о поводе, который актуализировал напряжение. Это понятно. Так что же такое неудача? Как я сказал чуть выше, неудачи на самом деле не бывает. Бывает просто ситуация, которая не сложилась так, как вы бы хотели. Но как вы отнесетесь к этой ситуации, к этой неудаче или к этому обстоятельству, зависит только от вас. И вот здесь очень важный аспект, который я хочу вам пояснить. Что если вы какие-то обстоятельства, которые пошли не так, будете интерпретировать с точки зрения когнитивной терапии, что это вас характеризует, что это никогда не закончится, что эта неудача перечеркивает все ваши планы, что если эта неудача случилась, что все, нужно все, значит, похерить, и вы не способны ни на что. В большей степени в этиологии неврозов это отношение неудача равно я. Если у меня что-то не получилось, или что-то пошло не так, или что-то обломалось, я такой-то. Отсюда делается обобщающий вывод, что я в целом такой человек, и в целом у меня никогда ничего не изменится. Вот именно это отношение к неудачам является патологической эмоциональной историей, которая приводит к определенному эмоциональному накалу, потом уже начинается вегетатика, потом уже начинается испуг этой вегетатики, так формируется паническое расстройство и так далее и тому подобное. В УКР примерно то же самое. Если я потерплю неудачу, я буду таким-то. Если я что-то с тобой сделаю, это будет а-ля неудача, я буду плохим. Проще говоря, если вы интерпретируете неудачу или обстоятельства, которые сложились оценочным суждением или убеждением о том, что это никогда не изменится, и это провал всей вашей жизни, вот такая форма понимания неудачи и формирует вашу вегетатику, ваше эмоциональное отношение к самому себе и дальше уже, собственно говоря, не мне вам рассказывать, что происходит. Поэтому, с точки зрения когнитивного подхода, я хочу вам сказать, что неудача – это опыт, это не характеристика вас, это просто жизненные обстоятельства, которые помогают вам стать умнее, проанализировать ошибки, сделать определенные выводы, но не обобщающие выводы о себе, а выводы о том, что да, я что-то не рассчитал или что-то пошло не так, это, конечно, расстраивает, это досадно, но это меня не характеризует, я буду пробовать дальше, я буду дальше двигаться. Если вы будете к неудачам относиться как к возможности стать умнее, лучше, приобрести опыт, стать более профессиональным в какой-то сфере, изучить неудачу, изучить ошибки и двигаться дальше – вот это абсолютно здоровая, более того, успешная модель, которая приведет вас к вашему успеху годом позже, годом раньше. Но я знаю одно, что если вы поставите на себе крест, если вы начнете себя оценивать, если вы начнете себе давать характеристику, вы просто сядете на диван, сначала начнется невроз, потом придет депрессия. И вы этого хотите? Наверное, нет. Поэтому меняйте ваше отношение к неудачам. Тут нужно сделать маленькую поправку. Поправка заключается в том, что мы не говорим о пофигизме к неудачам. Вот не путайте в когнитивной модели пофигизм и вот такой какой-то эйфорию. У нас есть серединный путь. Если говорить о неудачах, серединный путь и отношение к неудачам – это «я сожалею», «мне жаль», «неприятно» и обязательно делаете вывод, прорабатываете ошибки и обязательно ищите новые возможности, обязательно двигаетесь дальше. Вот это важно понимать. Вам не должно быть пофиг и вы не должны слишком сильно страдать. Вы отреагировали, сделали выводы, двигаетесь дальше. Проработали, сделали работу над ошибками и двигаетесь дальше. Если говорить по поводу неудач в когнитивной терапии или вообще в терапии неврозов, то откройте любой интернет-форум, вы увидите огромное количество людей, которые потерпели, как им кажется, неудачу. Они пробовали это, они пробовали то, они пробовали еще что-то, у них не получилось, и они поставили крест. Например, такое обобщение. Я занималась с одним или с двумя психотерапевтами, и мне не помогло. Все, на мне поставили крест, у меня неизлечимая ВСД, у меня неизлечимый невроз, у меня никогда это не закончится. Это абсолютно неверный подход и ни к чему хорошему вас не приведет. Запомните, если вы потерпели неудачу, и вам не помогло с каким-то методом, с каким-то человеком, с каким-то упражнением, ну, давай сейчас про психотерапию скажем. Не обобщайте, что вся психотерапия теперь неэффективна. Возможно, вам не подошел метод, возможно, вам не подошла личность самого консультанта, возможно, вы что-то неправильно поняли, возможно, вы не смогли найти так называемый терапевтический альянс, чтобы понимать хорошо друг друга. Потому что не каждый терапевт подойдет всем. Это уж точно. То же самое, что парикмахер. Не каждый. И врач, и так далее. Соответственно, если вы потерпели неудачу в какой-то вашей терапии, в каком-то методе, сделайте вывод и пробуйте дальше. Вот тогда у вас будет получаться. Если вы сядете и будете просто страдать, точно ничего не получится. Второе. По поводу отношений к паническим атакам, к агорофобии, к каким-то навязчивым мыслям. Есть определенное упражнение. Не нужно ставить на себе крест, если у вас не получаются упражнения с паническими атаками или с агорофобией. Правильное отношение здесь примерно такое. Да, я сегодня опять испугалась. Да, у меня сегодня опять пошло по старым рельсам. Да, я сегодня опять по инерции разозлилась, или по инерции испугалась. Это не неудача. Это отличный опыт. Я сделаю вывод. Я сделаю определенные выводы из этой ситуации. Я посоветуюсь со своим консультантом. Или посмотрю сама, в чем были ошибки. И завтра опять пойду. И опять буду стараться. И вот те ребята, которые могут изо дня в день совершить ошибки, делать выводы, исправлять и идти дальше. Совершить ошибки, делать выводы, исправлять и делать дальше. Вот те добиваются результата. Ни у кого сразу не получается большинство упражнений, если мы говорим только про паническую атаку или про агорофобию. И уж тем более, ни у кого сразу не получается поменять свое рациональное, свое мышление с иррационального на рациональное. Как вы знаете, в идеологии неврозов в основном лежит проблема внутренних противоречий и эмоциональная сфера. Сразу у вас не получится что-то увидеть. У вас не получится находить автоматические мысли. Вы будете не понимать, как это писать. Вы будете не понимать, как диспутировать. У вас будет все это слетать. Пришли, отработали ошибки, посоветовали со своим консультантом и опять начинаете заново. И опять начинаете. Большинство людей начинают либо бросать, либо затягивать, либо относиться сегодня я делаю, завтра я не делаю, тут у меня есть возможность не делать. Вот с таким подходом, скорее всего, будете затягивать процесс изменений. Поэтому неудач не существует. Существует просто-напросто обстоятельства, которые вы должны проанализировать и двигаться дальше. И двигаться дальше. И двигаться дальше. Поднимать задницу и двигаться дальше. Если вы будете давать себе характеристику обобщающую и сядете на задницу, у вас точно ничего не получится, как в терапии неврозов, так и в дальнейшем жизни. Поэтому я вам искренне желаю верить в себя, не бояться менять методы, не бояться менять консультанта, не бояться работать над ошибками и фанатично, упорно, изо дня в день исправлять свои ошибки. Совершили ошибку, проанализировали, начали делать дальше. Вас уволили с работы, проанализировали, делаете дальше. У вас не пошло что-то в личной жизни, сделали вывод, двигаетесь дальше. Вот тогда у вас всё получится. Канал Невроза Мегаполиса Алексей Красиков желает вам хорошего настроения, не бояться потерпеть неудачу, потому что проблемы делают вас сильнее, делают вас профессиональнее, делают вас гораздо более полным. И я желаю вам проблем и желаю вам неудач, потому что я знаю, что чем больше будет проблем и неудач, тем больше вы сделаете работу над ошибками, тем более компетентными, тем более грамотными и успешными вы станете. Поэтому не бойтесь ошибок, не бойтесь поражений, это всё замечательный опыт, на основе которого строится ваш успех. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо вам большое. Каналу Невроза Мегаполиса 5 лет. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, удачи. И скоро на канале очень много полезного контента, поэтому не пропустите. Увидимся, пока.